Привет, я Саня Кулинич. Иногда мы задаемся вопросом, как снимать, если вчера перебрали. И сегодня трясутся руки. Или же у нас предстоит съемка в экстремальных условиях. На помощь приходит стадикам. Для начала стадикам нужно настроить. Погнали! Стадикам я заказал на сайте Алиэкспресс. Стоил он 32 доллара 90 центов. Вот в такой коробочке он пришел. Коробочка оказалась немного мятой, но стадикам цел и невредим. Вот так выглядит стадикам внутри. Здесь ручка. Сам стадикам с грузиками. И держатель для камеры. Соберем стадикам в рабочее состояние. Для этого мы откручиваем этот болт. Разворачиваем. Стадикам пришел уже в таком изрядно пошарканном состоянии. Ну, китайцы что? Видимо при сборке все это происходит. При сборке стадикама, как ни крути, придется соприкасаться металлом к металлу. Металл этот окрашен, соответственно, краска будет по-любому сдираться со временем. Но это не суть важно, главное, чтобы он работал. Со стадикамом идет три грузика. Весом каждый порядка 165 граммов. Сейчас установим камеру. Для этого у нас есть болт. У меня экшн-камера Sony FDR-X1000V. Установлю камеру посередине. В самой центральной точке. Прикрутим ручку. Также посерединке. Отпускаем. Камера немного завалилась вперед. Но, так как мы можем еще и ручкой регулировать наклон камеры, я попробую прикрутить ручку в самую первую. Камера практически стоит ровно. Хорошим подарком от китайцев оказался встроенный уровень, с помощью которого мы выставим ровно камеру. На данный момент, как мы видим, камера нестабильна. Она у нас болтается, так как грузики для этой камеры очень тяжелые. Снимем все грузики. Ну, камера у нас достаточно стабильна, но немножечко ее кренит влево. Попробую ее сдвинуть направо-вправо. Батарейка камеры находится в этой части. Скорее всего, именно из-за этого ее перетягивает. Так, теперь смотрим. Вроде баланс поймала. Камера стоит достаточно ровно. Очень важно для достижения идеального баланса, вам нужно регулировать нижнюю часть стедикама по высоте. Чем ниже грузик, тем стабильнее будет камера. Ну, и для каждой камеры, для каждого веса камеры это индивидуально. Четких каких-то инструкций по стабилизации вашей камеры не будет. У каждого по-своему. То есть, если такая камера стабилизируется именно в таких положениях, то есть, в принципе, у кого точно такая же камера, вы можете полностью следовать инструкции. Если у вас камера другого формата, другого веса, то, соответственно, вы делаете все под свою камеру. Пробуем. Ну, в принципе, баланс мы поймали. Немножко в шарнире у нас тут происходит звук. Камера достаточно стабильная. Ну, вот выявляется у нас минус. Очень маленький ход ручки. Но, в принципе, без особо каких-то резких движений мы сможем иметь картинку стабильной. На ручке сделан один вырез. С помощью этого выреза мы можем делать низкие проводки. Ручка очень удобная. У нее вот такая форма. В руку ложится очень приятно и очень хорошо держится. Итак, стадикам настроен. Чтобы снимать максимально плавное видео, нужно не просто пользоваться стадикамом, нужно еще и правильно ходить. Считается, что именно вот такая походка делает движение максимально плавным. Такой стадикам подойдет для легких камер. Для более профессиональной съемки вам понадобится стадикам что-то вроде S60, которые можно купить также на Алиэкспресс. Протестируем стадикам пешком. Перейдем на бег. Попробуем нижнюю проводку. Мы видим, что видео очень плавное, только иногда слегка покачивается, и то это из-за сильного ветра. Сейчас мы поднимаемся вверх. Стадикам стабилизирует камеру ровно по горизонту. Ужасно дикие ухабы, но стадикам справляется, и картинка остается очень стабильной. По инерции при резком торможении камера заваливается назад. Так же, как и при ускорении, немного клюет вперед. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм. Ссылки в описании. Пока!